Игнат Тихонович, молитесь. 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 Приидите, поклонимся царями нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 107-й Псалом Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь Псалтири Гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будет превознесен выше небес Божия, над всей землей добудет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услышь меня. Бог сказал во святилище своем, восторжествую, разделю сихем и долину царков размерю. Мой Галат, мой Манасия, Ефрем крепость главы моей, Иуда скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, Над землей филистимскую восприцать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не изложит врагов наших. 108-й псалом. Боже, хвалы мои, не примолчи, Ибо отверзлись на меня уста нечтивые, И уста коварные, Говорят со мной языком лживым. Отсюда окружают меня словами ненависти, Вооружаются против меня беспричины. За любовь мою они враждуют на меня, А я молюсь. Воздают мне за добро злом, За любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечтивого, И дьявол достанет от десну его. Когда будет судиться, Да выйдет виновным, И молитва его добудет в грех. Да будут дни его кратки, И достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, И жена его вдовою. Да скитаются дети его, И нищиествуют, И просят хлеба из развалин своих. Да захватят, взаимодавят все, что есть у него, И чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, Да не будет милочего сирот его. Да будет потомство его на погибель, И да изладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто перед Господом Беззаконие отцов его, И грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, И да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, Но преследовал человека бедного и нищего, И сокрушенного сердца, чтобы умертью к его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, И да войдет оно, как вода, во внутренность его, И как ири в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, И как пояс, которым всегда поясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим И говорящим злою на душу мою. Со мной же, Господи, Господи, Твори ради имени Твоего, Ибо благо милость Твоя, спаси меня, Ибо я беден и нищ, И сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, Гоет меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, И тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, Увидев меня, кивает головами своими. Помоги мне, Господи Божий мой, Спаси меня по милости Твоей. Да познай, что это Твоя рука, И что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постажены, Рав же Твой да возрадуется. Да облекутся противники моих бесчестием, И как одеждой покроются студом своим. И я громко буду устами мое славить Господа, И среди множества прославлять Его, Ибо Он стоит одесной бедного, Чтобы спасти Его от судящих души Его. Слава Сою Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божия. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богато состраданием и неизреченой в милости, ибо Ты сказал у Христос мой. Верующий в меня будет жить и не увидит смерть его веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да в месяц же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никаких дел оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей, пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг мне Твоей Слово Божие руки и защиты. Но хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очарив Матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе, без ленности, как я прежде работал на сатана Больстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господа и Бога моему, Иисусу Христу, во всей жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный блестимой бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону, починить мне себя посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедным у души и тела, прости мне все, чем оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защти меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким греховым, и молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, и садил Он меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, Отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые, и хуйное помышление от несчастного моего сердца, и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благосостоян от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, и Ты угодники Божии. Игнатий, Владимир, Николай, Игорь, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощникам и молитвникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яка родилась и Христа спаса, избавителя душа в нашем. Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего Христа Господи, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спасибо, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твои. Победа на сопротивные дары Твоя, сохраняя крестом Твое в жительство. Спасибо, Господи, и помил отца моего духовного родителей и сродника, благодетелей. Митрополитов, Марка, Николая, Гафангела, Тихона, Антония, священная Рея, Кима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Навума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея и Глеба, не дай погибнуть. Деякона Феевгения, Александра Михаила, Андрея и Эпископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона и Лариона и весь священничий Скиночийский чин. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающим священника, рожденного свыше которой благовестник, и место для занятия. Смели власти воинствовать, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, бы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся. Господи, преобразуй сердца в духовные, коснись их, Владимира Михаила Жозепа Рамзана, Владимира Александра Дагена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. И смутьянам Алексея Ильини, покажи ту бездну, куда они завлекают людей, ничего не давая взамен, кроме митингов и безобразий. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе, Господи, защити наши жилища, селения от пожара, воров, нечистой силы. И благослови живущих здесь, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру дай веру, благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. И пришли добрых жителей с детьми, любящими, знающими уставы Твои святые, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Юрия. И от тяжкого недуга и пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. Потерянного Александра найди, укажи, где он, Господи, живой ли. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, да бы не обманули людей, что от прикосновения к каким-то вещам Господь прощает грехи, и только там слышит молитвы. Всё это обман. Господи Божий наш, Ты сказал в Слове Своем, что кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рождённым свыше, Вадимым Духом Святым, исполняющим Твои святые заповеди, Ты дал название, имя, избранные святые. Помоги нам оправдать эти дивные имена. Слава Тебе, Христе Божий наш, Слава Тебе, Милости Твоей полна земля. Наде всё наше родство и обрати, Идакея, Валентина, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Лену, Марию, Татьяну. Слава Тебе, Божий наш, и путешествующих Раису, Льва, Виктора, Константина, Галину, Александра. И Ты сохранил сестру Елену в этой аварии. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, Ибо нет иного Бога, столюбящего создания Своё, Как Ты наш Господь и Бог. Аллилуйя. Господи, посети болящих, Дай силу безропотно перенести страдания, И по всему исцеления Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Надежду, Людмилу, Любовь, Валентину, Алистину, Неанилу, Александру, Маргариту, Людмилу, Татьяну. Слава Тебе, Христе, Божий наш, И наши сокровища в интернете, сохрани их администрацию, Благослови на добрые дела и расположение Крандайи. И трудящих на этом поприще, благослови Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Ольга, Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриила. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонти. Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи! Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. И жилища их устрои как угодно, и дай им доброй работу. И расположи сердца начальствующих к нему, добрых соседей дай. И чтобы жилища их были как храм Божий. Ибо первые христиане не имели ни единого храма во всей земле, но ежедневно собирались по домам. И вникали в Слово Божие и в исполнение Его. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи, за тех, кто строил это жилище, где мы находимся, храмы, где мы молимся, воздаем вечности добром и милостью Твоей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Упокой, Господи, в обитель в небесных усопших отец и братья наших, родителей, родников, благодетелей всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваок! Вся земля полна слава Его! Аллилуйя! Слава Вышли Богу на земле, мир человека, благоволение! Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и канона церкви, как на истину. Аллилуйя! И вечности, Господи, воздай милость Твою всем, кто трудился над моей душой, возрастанием в Тебе. Мария, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Аллилуйя! Не найди, Господи, отступников, потерявших веру в Тебя, Николая, Александра, Юлия, Евгения, Тамара. Ты их всех знаешь. Не дай им погибнуть. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами Твоими святыми и ходатайся, и покрой им опором любви от зависти несчастливых, боговольствующих, клевещущих. Коснись сердца враждующих против нас, вразуми их, открой им очи духовные, дабы они увидели, что на суде Божьем не будет тех, кто заступается за Тебя. Твои дела предстанут там. И не помяни их безумие, и безмерное море клеветы, изрегаемое ими. Земля на поглоте все это, да не достигло ушей и сердца верующих Тебя. И благослови благодетели наших воздаем добром, Елену, Елену, Людмилу, а братья Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуарда. Мы просили в Господе переиздать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного Федеракта комментариями. И ничего не имея, по милости Божией, по Твоему благословению, было издано. Мы получаем со всех концов земли благодарность за этот труд. Тебе слава, а не нам. И помоги нам, Четверо, с вами переиздать проповеди в стихах и переиздать книгу к истинному православию. На нашу нищету возри, Господи, и пошли добрых людей, которые могли бы помочь. Аллилуйя. И пошли, Господи, в добрую погоду, дабы был добрый урожай у брата Игоря и Андрея там с его коровами. Благослови, Господи. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, все это может оказаться спасительным для бессмертной души нашей. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога, мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покиди в смертной счастье, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки вечно от старца Христа Бога нашего. Аллилуйя. Господи, воздай милостью всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. Благослови Виктора, Николая Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самире, Тимуру, да истинную Христову веру. И Ростикой, и Ирину, просящей помолиться, ибо они обаянны злым духом. Особои их от этой беды. Слава Тебе, Христе Божий наш. Ян, креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности. Именно пропитание, одежда быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. Быть во всем экономном. И помогать нуждающимся в нашей помощи. И каждому дару доброе жилье Сергея Гавриилу. Слава Тебе, Божий наш. Святитель Христов Никола Берликишки, чудотворец образ скротности и воздержания добрых и пасты, словесных овец, моли Бога о нас. И о нашей живности, честь которой Господь обречает наше пребывание на этой доле печали в земле. И со стройкой брату Ивану. Помоги, Господи. Слава Тебе, милосердный Создатель. Молите Бога о нас. Святые пророки Божии. Илья Елисея, Нох Моисеев, Самуила Аарон, Ио Амин, Ной Иосиф Патриархи, Ездраниеми, Амос Наум, Исаия Иеремия, Варуха, Иосия Иаи, Агей Сафония, Захария Малахия, Давид Нафан, Данил Отрок и пророк Михея, Авраам, Исаак и Иаха. Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода, то нашего отшествия не застанусь не готовыми. Но чтобы мы вышли на встречу Тебе, Боже, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, с отделанной духе святом и с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Пуха, Иоанн. Да дадут Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мой дом имеет жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Усин, Философ, Касмай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Камедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста на щелой или правой рукой. Господи, посети взятых из жилища, отправленных в жилище, отправленных на фронт Никиту, Александра, Максима. Укрепи их. Саделай их, как святильники, подсвечники, как города на вершину горы. Истинное духовное рождение каждому дару. И посети таблящихся вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах, верующих в Тебя, монаха Сергея, Владислава Вара. Мы просили об Ильи, и Ты освободил его. Господи, слава Тебе, благодарим Тебя за услышанные молитвы. И предупреди его строго, чтобы он не давал повода и в будущем на это. В чем вино и начись, и освободи его. Слава Тебе, Христе Божий наш! Молите Бога о нас, святые жены Илью, Фёкла Первого Мученица, Патина Самарянина Феврония, Вера Надежда Любого, Матер София и Наталья Адриан, Барбара Екатерина Перпетвуя, Татьяна Ирина Ольга и Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Крестила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина, дары Господь, жоба над днем послушания, молчания, целомудрия, истедливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия. Господь Лафа Типокорского, Галина Семейства и Евгения, Надежда, Людмила, Виктория и Иоанна. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Преум Сирин, Анторий, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Камиль и Юн, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Анкараштадский, Ансанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский, и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепите, сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы Литякова сектанта, проразрушив, и в ничто преврати, и во Слово Твое, ересь относит к один из самых тяжких грехов, не допусти нас до этого, Ты открыл нам истину православия, хвала Тебе, будь милостью к нам, Владыка, прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божия, и соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, Ты Бог, сотворивший этот мир, сохраняющий его, как здесь ждитель, Ты наш Господь, знающий все прежде бытия, Божий, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас греши, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И о незаповедавших мы называем, Господи, укажи им единственный путь примирения с Тобой через принятие голговской жертвы Твоей, ибо за гробом нет покаяния, Тебе Божья хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Мир всем и доброе утро всем. У нас вчера тут такой ветер был, сейчас замыкание было, только к утру установилось вот в интернете. Заклинило, и там, видимо, от кого мы зависим, тоже нас потеряли, наверное. но у нас порядок один. После моления считается Слово Божие, подпитка души нашей и пища на день. Ты можешь, брат, там и включить себе, чтобы слышно было. Вот, готовиться потом пораньше. Если Господь позволит, по милости Божией, то во вторник мы уже будем принимать гостей. Тоже помолитесь об этом, чтобы все было благополучно. Во славу Божию. Потому что уже вплотную подошли, еще и там занятия шли, и кое-кому отказали. Мы признали совет мужей, что рановато принимать крещение, отложить еще на год. Ну, а дальше как будет? Я говорил, что, может быть, приехать, ну, то батюшка решит этот вопрос. Но уже совет принял решение, тут не будем искушения допускать. Так что и об этом надо молиться, чтобы не внести раздор какой, человек может вообще уйти. Тут много можно каких причин найти. Ну, вот по милости Божией так. Нам Господь это открыл. Идет труд, забота. И вот сейчас две сестры наши, которые несут это как послушание, хотя сами избрали, чтение Нового Завета, столкование блаженов и филакта и комментариями. Это Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Вот, если после, когда они закончат читать, будут у вас вопросы у кого-то, подготовьте, то можно будет и задать вопросы. Итак, дорогие сестры, ваше время. Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их и исполнить волю Твою. Толкование Иоанна Богослова, Откровение, 2 глава, 18 стих. Толкование святых отцов с комментариями. И ангелу фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халка Ривану. Толкование. И в фиатирах, при апостолах, была основана церковь. Господь представляет Себя им, как Сын Божий, ибо знает, что у них есть лжепророчица, и многие последовали ее учению. Ей лжепророчице он противопоставляет Себя, Сына Божия, истинного Бога, второе лицо Пресвятой Троицы, у которого очи, как пламень огненный, видящие и готовые испепелить всякое беззаконие в этой церкви. Многи подобны Халка Ривану, чтобы судить, не раскаяны, ибо как у медного жертвенника во дворе скинии древние иудеи своими жертвами удовлетворяли правде и суду Божию, сами же раскаивались, так в суде над нераскаянными удовлетворится правда Божия, о чем говорят многие судьи, подобные меди. 19 стих. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Толкование. Как всегда, сначала идет похвала этой церкви. Знаю твои дела, а значит, они имели добрые дела, и не только дела у тебя, но и любовь. Вера феатирцев была движима любовью, галатам 5.6. Они имели дела любви, далекие от тщеславия и корысти. В этом феатирцы превосходят ефесян, тоже много трудившихся, но утерявших любовь. Феатирцы облеклись в любовь, в которой есть совокупность совершенства. В Колосинам 3.14. И приятно было Богу служение их. Но всегда ли приятно служение Богу пастырей, как приятно было ему служение пастыря феатирского? Пример феатирцев показывает также, что каждый христианин призван на служение Богу. Часто думают, служить – это удел батюшки, а служение христианина знает ли Бог? Страшно, если, подходя к сердцу, Христос подходит холодному жертвеннику, не имеющему своего служителя, воскуряющего фимиам дом добрых дел. Нет любви, и в сердце холод, поэтому и служения никакого. Но есть и другая крайность. Начинаем служить Богу, полагаем к тому немало трудов, но разжигаем жертву своего служения не любовью, а завистью, тщеславием. И не Христос, а иной греет руки у нашего жертвенника. Знаю и веру. Но какова вера наша? Христова ли? Порой сами ее измышляем. Не от того ли так множатся секты Лютер, Калвин, Мено, Елена Уайт, Руссель – все они вероучители. Но знает ли такую веру Христос? Знает ли он веру пророков, которых сам не посылал? А знает ли веру православных, когда она бывает без любви, дел и служения? Знаю и терпение твое – дела, любовь, служение, вера, терпение, все, что нужно христианину для спасения, было у феотирцев. И особенно важно еще и то, что последние дела твои больше первых. Это очень важно. Последние дела феотирца были больше, чем первые, потому что они духовно росли. Жизнь человека дуновение. Ио 7-7. А может ли дуновение быть на одном месте? Может ли ветер быть на одном месте? Нет, только в движении. Так и псалмопевец говорит, что мы летим, Псалом 89-10. Как ветер, так и мы не можем быть на одном месте. Но куда двигаться? В духовной жизни есть только два направления движения – рост или падение. Помоги, Господи, каждому из нас расти в духовной жизни. Но расти не в своих глазах, а в очах Божьих. Ему должно расти, а мне умоляться. Иоанна 3-30. У феотирцев было так. Их духовный рост признавал сам Христос. И вот даже у таких христиан, в любви трудящихся Богу, духовно растущих, нашлось это печальное но. 20-й стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и Изавели, называющей себя пророчицей, учить и водить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идола жертвенная». Толковань. И здесь немного не потому, что грех малый, а потому, что еще не сильно укоренился, и немногие впали в него. В феотирах была некая пророчица и Изавель, женщина грешная, приставшая христианам и вводившая их в заблуждение. Имя ее напоминает царицу Изавель, жену израильского царя Ахава, преследовавшую пророка Илью. Так и феотирах и во все времена христианстве это ложное учение Изавели преследует истинных пророков Христовых. Царица И Изавель так и не смогла умертвить Илью пророка. Но это все же совершится при Изавеле и Ахаве последнего времени, при лже-пророке и Антихристе. Когда умершлины будут пророки Илья и Иенов. Смотри главу 11. Святой Андрей Кисарийский считает, что Изавелью образно названа ересь Николаитов, привившаяся среди феотирцев. Так, собственно, два греха любодеяния и вкушение идола жертвенного, бывшие сильным соблазном для первых христиан, называются то ересью Николаитов, то учением Валаама, то блудными делами пророчицы и Изавели. Христос имеет против пастыря феотирской церкви, что допустил он лже-пророчицы расхищать стадо, но и ныне, как и прежде, многих расхищает это и Изавель. 21-е. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Толкование. Милостив и долготерпелив Господь, Он всем, даже столь великим грешникам, как лже-пророчица Изавель, дает время для покаяния. Никто не обвинит Христа не только не в справедливости, но и в отсутствии терпения и милосердия. Но надо заметить и то, что на покаянии дается время, не вечно терпит Господь. Христос призывает к покаянию, но и в этом есть предел. Все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести его душу от могилы и просветить его светом живых. Иоанн 33-я глава 29-я по 30-й стих. Поэтому надо спешить использовать дни покаяния, ибо настанет ночь, когда будет поздно, но она не покаялась, «О ужас!» призывает сам Господь, но человек отвращается, и Изовель была лжепророчицей. А такие люди, сносящиеся с духами преисподней, каются очень редко, почти никогда. Хотя мы имеем такой пример священномученика Киприана, занимавшегося чарами колдовства. Он не смог заворожить девушку-христианку. Потрясенной силой ее веры Киприана обращается ко Христу и становится великим угодником Божиим. Но такое бывает редко, а сколько и ныне этих пророчиц, исцелительниц, кавычках, и прочих чародеев. Тянется к ним народ в своей простоте и духовном невежестве. Лечат как будто молитвами, а сами в церкви не бывают. калечат души, дано им время на покаяние. Не каются. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси, Христос. Слава Христу. Вот о чем я говорил, что у нас подготовка идет, помолились, как есть. Враги не унимаются, подыскиваются, но каждому свое жребие Бог дал, поэтому они нам лучшие друзья. если бы врагов не было, то нигде бы мы не показали победу, Златоуст говорит, над лукавыми духами. Так что за все, за все, за все, слава Богу. Говорил Иоанн Златоуст, когда привязанной веревкой за шею еще и волоком тащили. До места ссылки, до командов так и не дошел. Слава Богу за все. Это главный эпиграф его жизни. Ну все, тогда на этом отхожу с Богом. С Богом. Храни Господь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу за все. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за молитие. С Богом. Аминь. Аминь. Спасибо.